Добрый вечер, уважаемые телезрители. Сегодня в эфире программа «Главное». В нашей студии два гостя. Виктор Иванович Гурел, политолог, и Александр Сергеевич Муравский, доктор экономических наук, экс-вице-премьер Республики Молдова. Если вы помните, примерно месяц назад я анонсировал новый формат проведения наших передач. И мы решили, что будем собираться вот этим кругом присутствующих здесь людей и разыгрывать, скажем, какие-то определенные или симулировать определенные ситуации, которые создаются в стране, для того, чтобы дать больше разъяснений нашим зрителям и попытаться найти выходы из ситуации или дать какие-то рекомендации. Таким образом мы образуем некий такой треугольник из ролевой игры, в которой один из ролей достается Виктору Ивановичу, одна из ролей точнее, это политолог или политик. Вторая роль как экономиста досталась Александру Сергеевичу Муравскому, так как он доктор экономических наук. Но и мне досталась роль некого эксперта или модератора, который мог бы совместно с ними поддерживать беседу. Итак, давайте начнем наш диалог. Если вы помните последнюю нашу беседу, мы закончили на том, что Виктор Иванович сказал, что, скорее всего, в сложной ситуации правительство найдет выходы из ситуации, и вот эта ситуация создалась. Мы видим ситуацию, связанную с электричеством, и правительство, в общем-то, находит пока решение для того, чтобы обеспечивать страну электроэнергии. Но сейчас мы обсудим другие два вопроса, которые обсуждались в прошлый раз. Это энергетику и Приднестровье, скорее всего, только в обратном порядке. Сначала Приднестровье, потом энергетика, как приоритеты. Но для того, чтобы создать какую-то почву для нашего диалога, я хотел бы напомнить вам, дорогие коллеги, о том, что, скажем, за последнюю неделю-две, тем более за месяц, который мы не виделись друг с другом, случилось несколько событий, которые, в общем-то, знаково отражаются сегодня на ситуации в Республике Молдова. Первое, что важно для нас на сегодня, пока практически на сегодняшний момент, когда мы записываем передачу, отсутствует понимание того, каким образом будет снабжаться Республика Молдова газом, начиная с 1 ноября этого года. Объемы газа снижены на октябрь месяц до уровня 5,7, примерно, миллиона кубов в сутки. Есть определенные принимания, наверное, у преднестровской стороны, хотя она и воскрывает, и, тем не менее, перешла и кучерлянская ГЭС на другой вид топлива, в частности, на уголь. И поставки на молдавскую сторону, скажем, на правой бережью, они сильно ограничены. И нам обещают одно, что в ноябре они тоже будут ограничены, следовательно, из этого я и делаю вывод, что преднестровцы что-то знают о том, как будет снабжаться Республика газом в ноябре месяце. Наше правительство заявляет о том, что возможно полностью прекращение поставок полные. Мы, кстати, эту ситуацию с вами рассматривались, и вы помните, в прошлый раз. Здесь же, среди событий, которые есть у нас на сегодня, есть заявление, так называемого премьер-министра Приднестровья, господина Розенберга, которая говорит, что они готовы самостоятельно заниматься поставками газа, но просит решить вопрос с Молдовой газ, так как они считают, что это главный тормоз для того, чтобы Приднестровья самостоятельно получала газ. В этой ситуации господин Чабан ответил, сказал, что он бы рад бы, но законодательство Республики Молдова не позволяет выполнять таким образом поставки. Кроме того, мы, если вы помните, убрали в расчет взрывы на северных потоках, а также сообщение о том, что в Турции, как это сообщение немножко проходит мимо, в Турции будет создаваться большой хаб. И об этом договорились и россияне, и турки. И, соответственно, здесь мы должны понимать, что южные направления и газопроводы, которые будут проходить через Турцию, соответственно, и хаб, это как место продажи этого газа, будет сосредоточиваться там, и торговать им будут какие-то другие операторы. И весь южный газ, скажем, из Туркмении, из Азербайджана, из Ирана, возможно, из других стран, будет проходить через Турцию, и там будет создаваться некое такое место для торговли. И, возможно, южное направление станет даже в какой-то степени более важным для россиян, чем сегодня поставки через Украину или другие возможности поставки в Европу. И вот, соответственно, я хотел бы, чтобы мы на фоне этих событий обсудили вопрос для начала. Вот, коллеги, с последним платежом от имени Наргокома, все уже практически обсуждали этот вопрос, но я все-таки хотел бы послушать ваше мнение, что вы думаете, как опытные люди. Один миллиард залога, поставка газа, в счет этого два миллиарда, точнее оплата, поставленного уже газа в качестве аванса, чтобы могли означать эти действия со стороны, скажем, Российской Федерации, со стороны молдавских властей. Вот, давайте вас, Александр Сергеевич, начнем. Что вы думаете? Ну, здесь несколько вопросов, которые надо затронуть. Само по себе решение, ну, решение, которое было принято в последний день, когда у тебя, как говорится, судный день наступил, оно, в принципе, логично, учитывая то, что у Молдова газ своих средств нет, платить надо, «Газпром» деньги ждет и так далее. В Молдове придумана вот такая схема. Но тут возникает вопрос какой. Эта схема, она, в общем-то, выполнена на грани фола, а то и прямого нарушения действующего законодательства. Я об этом скажу чуть позже. Мы тратракта не видели, мы условий залога не знаем, поэтому это не обсуждаем. Нет, я не говорю о стоимости. Стоимость – это другой разговор. Я вам объясню, почему это. Но вопрос заключается в чем, можно было избежать вот этих нарушений, о которых я скажу чуть позже. Можно было, на мой взгляд, если бы этот шаг начали прорабатывать гораздо раньше. Ведь, в принципе, было, мы, смотрите, это не первая ситуация, когда мы его доводим до последней минуты. Вот сроки стекают и принимается решение. Это было в августе, это было в сентябре. Мы не смогли в августе заплатить, мы попросили «Газпрома» отодвинуть срок платежа. Потом, значит, к нему еле-еле подсобрали, приняли решение, там тоже «Энергоком» дал и так далее. Купил, вернее, газ, пустил в хранилище, а деньги «Молдова-газ» отдал «Газпрому». То есть и так было ясно, что «Молдова-газ» не будет иметь финансовой возможности выплатить эти средства. Их все равно надо искать. Где доступ к коммерческому кредиту «Молдова-газ» закрыт в силу финансовых обстоятельств, значит, остается решение только через правительство. Можно было начать это делать 10-12 дней назад и не вызывать, кстати, критику законодательного характера. А в чем критика? Вот у нас два игрока. «Энергоком». Откуда «Энергоком» взял деньги? У правительства. Что из себя представляет «Энергоком»? Предприятие, субъект предпринимательства, имеющий статус акционерного общества. Все. Согласно закону, правительство не имеет права напрямую финансировать, кредитовать и так далее экономических агентов. Единственный способ, учитывая то, что «Энергоком» является акционерным обществом, у которого единственный акционер государства, «Энергоком» должен провести увеличение уставного капитала, то есть выпустить пакет акций на это. Но для этого надо вначале объявить эмиссию, согласовать в комиссии по финансовому рынку, зарегистрировать у независимого регистратора, и правительство миллиард дает «Энергокому» на увеличение уставного капитала, и «Энергоком» отдает деньги «Молдова-Газ». Теперь «Молдова-Газ». Здесь другая ситуация. Ведь решение было принято как? Что «Энергоком» передает «Молдова-Газ», «Молдова-Газ» отдает в залог активы. А такая крупная сделка, особенно с передачей в залог активов на миллиард дейм, может быть принята только на Совете, либо даже на общем собрании акционеров, чего не было сделано, а было все это подведено, что в отступлении от закона об акционерных обществах чрезвычайная комиссия, она имеет полномочия отступать от закона. И всегда возникает вопрос. Во-первых, мы уже год живем в ситуации, когда чрезвычайная комиссия, она в любой момент принимает какие-то решения, не нужен ни парламент, ни правительство и так далее. То у нас вообще нужны правительство и парламент? Или какая-то комиссия может в любой момент решить вопрос, любой. До какой степени продлевается ее полномочия, распространяется полномочия? То есть этим решением она фактически влезла в дела акционерного общества, независимого экономического агента, и приняла решение, игнорируя высшие органы. Теперь как на это отригорит «Газпром»? То есть он может сказать, извините, дойдет время, «Молдова-Газ» не заплатит, начнутся вопросы отбора активов, «Газпром» скажет, дойдите вы. Более того, у него есть другой рычаг. Он даст встречный иск к «Молдова-Газ» на 709 миллионов долларов исторического долга, и начнутся совершенно другие процессы. То есть тут, как говорится, опережая вопрос, миллиард, Виктор Иванович, почему миллиард? Я думаю, здесь почитали очень просто. Столько «Молдова-Газ» должен отдать «Газпром». И не будем тратить время на оценку, на это. Миллиард надо, вот миллиард дадим. Все. Интересная мысль. Виктор Иванович, вот вы, зная эту внутреннюю кухню, вы верите, что «Молдова-Газ» могла это решить без консультации с «Газпромом»? То есть может ли тот вариант, который говорит Александр Сергеевич, «Газпром», зная это, в будущем использовать чисто юридически? Зная, что, в принципе, сделка эта, в случае, если ему будет невыгодна, она ничтожна? Я соглашусь с господином Муравским, что все эти идеи все на грани фола. Но это вопросы, связанные с национальной безопасностью. Национальной энергетической безопасностью. И один из игроков является заинтересованным лицом. Это «Газпром». Это является очень и очень важной тематикой. Вы намекали на то, что он и поставщик, и владелец. Он поставщик, который ограничил поставки, он же поставщик, который получил деньги, он же акционер. Здесь возникает очень важное, и сыграли очень тонко, по моему мнению, с точки зрения финального или конечного результата. Обратите внимание, первый вице-премьер с Пыну анонсировал время окончания аудита май месяц. Виктор Иванович, последний раз он сказал, а, 23-го или 22-го? Виктор Иванович, последний раз он сказал, январь. И он анонсировал дату в мае 2023-го. Совершенно верно. Срок гарантии, который был подписан и заложена газотранспортная система, май месяц 2023-го года. Да, правда. Не зря, я думаю. Отсюда вы улавливаете, что кто-то с кем... Я улавливаю мысль на том, что правительство играет по тонкой грани, но играет уверенно. Играет уверенно с точки зрения, понимая, что даже самому Газпрому, вообще-то, мягко говоря, мягко и банально буду выражаться, все равно, что случится с газотранспортной системой южного направления. Потому что вы сами отметили, и давайте уточним, Владимир Владимирович Путин, президент Российской Федерации, предложил Турции рассмотреть строительство газового энергетического хаба на территории Турции. Решение еще не принято. Однако, нужно правде смотреть в глаза, что основные действующие магистрали на сегодняшний день, которые имеют наполняемость свыше 70%, это как раз южные магистрали через Турцию, где работают совсем другие трейдеры. Да, даже больше, чем 70%. Северные и центральные, в принципе, северные не работают. Южный, это Северный поток 1, выведены из строя. И Ямполь, Польша, поскольку я знаю, тоже не работает. Ямал, Польша. Да, Ямал, Польша. Тоже не работает. В конечном итоге просматривается идея, или просматривается ясное понимание, что Газпром в теме. Газпром в теме. И действия правительства каким-то образом скоординированы с российской стороной. Почему, возвращаясь к идее, заинтересованная сторона получает деньги, заинтересованная сторона ограничивает поставки, и заинтересованная сторона является акционером, один главным акционером Молдова-Газа. А сейчас, по сути, мне кажется, что развязка вопроса по газу и по газотранспортной системе наступит как раз летом 2023 года. Дело в том, что я как-то высказывался, что на данном этапе Газпром является сам заложником, неким заложником этих геополитических, будем так говорить, баталий между Западом и Россией. В конечном итоге остались действенными только южные ветки, которые проходят и через Республику Молдова, направленные на Румынию и на Болгарию. Но они находятся под санкцией. Румыния и Болгария на сегодняшний день не питаются из них, не отбирают газ. Поэтому стоимость содержания вот этих магистралей для Газпрома очень высока. И последнее. В последнее время Российские Федерации и Российские СМИ информируют нас о том, что в спецоперации или в военных действиях на Украине главными целями является что? Инфраструктура энергетического характера. Газотранспортная система, которая обеспечивает Республику Молдова, в том числе и Приднестровье, Приднестровский регион является частью инфраструктурного наследия Советского Союза на территории Украины. Вот все эти вопросы суммарно приводят к тому, что я думаю, Газпром не прекратит подачу газа 1 ноября. Уменьшение будет за счет того, что наполняемость трубы в общих объемах невыгодны для Газпрома в целом. Нельзя держать, если нет потребителя на трубе. И в конечном итоге нам придется как-то компенсировать недостаток газа за счет других источников. Хорошо. А вот давайте вам задам Виктору еще один вопрос. Вот Александр Сергеевич сейчас сказал, что вот эта разница, которая образуется, была ясна, что она есть. Этот кассовый разрыв существует постоянно. И он говорит, что метод его преодоления был вот этот, скажем, кредит, который погасил эту задолженность. Но она же будет на следующем месте снова возрастать. Снова появится кассовый разрыв, потому что мы тратим сегодня, а деньги собираем через 20 дней, словно говоря. Виктор Иванович, вот чисто политически, я понимаю, что плохо звучит для молдавского зрителя и плохо для потребителя. Мы готовы к тому, чтобы перейти на предоплату, как потребители? Я думаю, что ни одна из сторон на данном этапе не готова к полностью разрыву отношений, я имею в виду Газпром, с Республикой Молдова, с Молдова-Газ. Ну и потом, мы же частично делаем предоплату 50% аванса. Я говорю, предоплате населения. То есть мы знаем, что потребители в Европе оставляют залог и потом платят каждый день. Я полагаю, что на сегодняшний день правительство Республики Молдова, и как-то информация просочилась, ведет очень интенсивные переговоры с бюрократией Евросоюза. Были сообщения о том, что ведутся переговоры в Женеве на уровне экспертных групп и даже политических или руководителей групп, для того, чтобы Республика Молдова как-то сумела этот вопрос решить. Одновременно, не будем забывать про кредит в 300 миллионов, который выделил Европейский банк. А 300 миллионов, давайте честно смотреть в глаза, это два месяца свободно. Но у него покупается же газ. Да, покупается газ, который необходим. И в конечном итоге вы отметили, что Кучерганская ГРЭС перешла на альтернативный энергетический источник. Но и у Республики Молдова есть запас НЗ, который прокачивается на сегодняшний день. Это мазут, который завозится из Румынии. Все больше и больше мазута. И давайте честно смотреть в глаза, есть информация о том, что Республика Молдова решила частично уступить Приднестровскому региону именно Кучерганской ГРЭС определенный объем газа для того, чтобы получить электричество. Да, вот поэтому я думаю, что электричество и газ у Республики Молдова будет по бартерной сделке с Кучерганской ГРЭС. Имею в виду, что Молдова уступит часть газа для того, чтобы обеспечить энергоресурсами, может быть даже мазут, а может быть другие источники, получив электроэнергию. А свои нужды могут быть из-за альтернативных источников. Те источники, которые будут покупаться и покупаются за счет этих 300 миллионов. Потому что одно из главных условий этого кредита, там не будут участвовать российские трейдеры. Хорошо. Есть еще один момент. Давайте. Он все разложил, но я думаю, вот этот момент, он тоже немаловажен к вашему вопросу о том, может ли Молдова газ. Вы смотрите, за октябрь мы видим, какая бы шла тенденция на рынке газа, на которой мы по формуле ориентируемся с европейским, вниз. Она уже вчера, позавчера, по-моему, даже случилась в 950-м. Да, да, да. Если эта тенденция сохранится и по ноябрю, а можно рассчитывать, что эта тенденция будет продолжаться, потому что, опять-таки, по источникам информации европейских, они уже перенасыщены газом, хранилища и прочее. Полностью заполнены. Значит, тогда в ноябре цена будет еще ниже. А тариф, который установлен уже по заявлениям господина Чабана и всех, он будет до весны. То есть мы уже сейчас начинаем вступать в фазу, когда тариф будет не кассовый разрыв в сторону убытков, а наоборот в сторону накопления жирка, который позволит, так сказать, решать проблемы финансирования. То есть тенденции пока идут в этом отношении. И превышает в полтора, в один и восемь раза стоимость закупочную, уже Молдова Газ не имеет права уже сидеть с протянутой рукой и разницу в кассе покрывать за счет одолжения или кредитных. Это уже работа непосредственно экономического агента по сбору средств. А экономические агенты будут рады рассчитаться, лишь бы заполучить этот газ. Мал золотник да дорог. Понятно. Хорошо. Давайте вернемся к вопросу, мы сейчас его начали разбирать частично. Все-таки к Молдавской ГРЭС. Вы ожидаете того, что поставки электроэнергии прекратятся? Или все-таки Молдов будет давать потихонечку газ и какое-то количество приходится? Нет. Молдавская ГРЭС и Приднестровье находятся в той ситуации, когда им необходимо укрепить взаимоотношения между левым и правым берегом, а не размножевать. Укрепить по всем параметрам экономического сотрудничества и тому подобное. И действия на сегодняшний день с обеих сторон пока правильные. Они стараются сблизить позиции для того, чтобы главный вопрос решился. А именно не прекращать подачу и выполнить свои договорные обязательства. В противном случае в Молдавской ГРЭС самой будут большие проблемы. Вы намекаете на то, что сказал господин Гроссу, что они обязаны в любом случае поставлять даже если... Нет. Давайте так. Все эти разговоры о том, что вот они там обязаны контракт. Это все... Забудьте. Все это потому, что и мы нарушаем контракт. Абсолютно верно. Вы сейчас о Молдавской ГРЭС говорили? Да. Не о Газпроме же, о Молдавской ГРЭС. Когда нас отключали свет и по долгам, и по контрактам. Поэтому это разговоры политиков. У меня вопрос немножко другой еще. Вот к этому не вопрос даже. Ну, вы, может быть, меня подправите больше как эксперт. Потому что я не техника, поэтому, может быть, где-то допущу ошибки. Но чисто логически. Я, насколько помню и насколько знаю, мы с вами вроде обсуждали тоже это как-то. Там 12 энергоблоков. В работе 2. Было в 99-м, когда ей, по-моему, сейчас тоже 2 работают. Бывают и 3 работы, бывает и 4 даже. 2 это минимум. Станция не может заработать на одном, потому что возникает проблема, которая вот как у нас с двумя поставщиками. На самообеспечение. Значит, а эту энергию надо куда-то девать. При Днестровье, ну что у них, ММЗ и цементность что-то заберет, а население столько. То есть им надо ее сбывать. Поэтому тут вопрос, вот то, что мы действительно связаны. А вот каким образом? Меня, ну, радует с одной стороны вот это сообщение о том, что будет вот эта встреча 1 плюс 1 именно по энергетике. Ну, я не знаю, может быть, это не освещалось. Надеюсь, что это было. Если не было, это плохо. Я знаю, что эти встречи такие и нужны. Но я, как говорится, знаю, что в 99-м году, при всей трудности, хоть и бьют и так далее, у меня не было каких-то специальных встреч, о которых я объявлял. Вот у меня был постоянный контакт. Тогда бывший министр, тогда был, по-моему, Анатолий Иванович Блажко. И с директором Кучурганской ГРЭФ, когда возникали. Я к ним приезжал в Тираспорт. Как он был в Кишиневе, заходили ко мне в кабинет. Мы сидели, чуть-чуть трубку поднял и так далее. Потому что это вопрос, который не надо ждать встречи на высшем уровне и прочее. Он должен быть постоянный контакт. И тогда тут начинается решение. Да, вот то, что говорит Виктор Иванович. Есть газ, который мы можем уступить. Теперь они обеспечены углем. Теперь мы с вами обсуждали, учитывая то, что техническая станция работать может и на газе, и на угле, и на мазуте. Абсолютно верно. Хорошо, у нас проблемы с углем. Но мы можем рассматривать с ними вопрос об изработке электроэнергии на довальческой схеме, что мы даем мазут. У нас мазут на сегодняшний день, тесты до декабря обеспечены. Румыны сейчас еще поставили где-то 15 цистерн. С румынами у нас в этом отношении договоренности очень хорошие. Да, и у них резервы очень хорошие. Да, у них резервы есть и так далее. То есть мы мазут, они вырабатывают электроэнергию, нам дают. У них есть мощности загрушенные, они что-то получают, мы получаем. То есть это вопрос, все сценарии должны прорабатываться в процессе не только встречи один в один, но каждый день, как говорится, контакты. И тогда эта проблема будет решена, и мы из этого кризиса выйдем и со светом, и с теплом. Я полагаю, что именно предложение встречи один плюс один, это как раз поставить точку и подписи. Потому что я имею информацию, что на уровне постоянных контактов это происходило. Это происходило и происходило постоянно для того, чтобы эти вопросы прорабатывать, сбалансировать. И я чуть-чуть подправлю, господина Муравска, последняя поставка со стороны Румынии была 1600 тонн мазута. В конечном итоге я наблюдаю за этим, каком процесс. Румынская сторона объявила о том, что готова поставить неограниченное количество. И оно имеет резервы, имея в виду их промышленность, нефтеперерабатывающую промышленность. И Петромидия, и Плоешты, и Унешты. Кстати, Унешты, собственники это молдавские граждане. Поэтому вопросы правильно не должны возникать. У нас вопрос сегодня какой? Мы говорим об энергобезопасности. Энергобезопасность как монета имеет две стороны. Одна финансовая, когда все нормально, технические системы работают, энергобезопасность это способность платить. Абсолютно верно. Все, тебе пригонят электроэнергию хоть с британских островов и так далее. Вторая техническая. И вот мы сегодня попали в ситуацию, когда технический уровень безопасности у нас повысился, прямо скажем. Потому что у нас появились, кроме основной одной трубы Газпрома, есть ясы, унгены, кишинек. Да, она не решает все проблемы, но она значительную часть берет на себя нагрузки. Может взять, может взять. У нас появились, так сказать, теоретические возможности о том, что Азербайджан, да, мы знаем, мы обсуждали, что там надо найти, так сказать. Ну, кто знает, может быть, при сильном стуке нам уступят квоту в 300 миллионов для того, чтобы запустить, так сказать, газ в эту трубу. То есть, есть какие-то возможности. По электричеству у нас, кроме этого вектора, мы посоединились к европейской сети ассоциаций этих транспортеров. Значит, мы можем получать не только из Румынии, но по всей этой системе. Вопрос платить. Вопрос платить. Да, вот тут возникает вопрос вот с экономией и так далее. Почему? Потому что пиковые нагрузки. Ведь мы сейчас с румынами, давайте смотрим, мы уже имеем два контракта, да? До 90 евро в 100 мегаватт. И я знаю, что возникают разговоры у некоторых слушателей и так далее, что вот, смотрите, мы там борем, а румыны помогают. Нам дают по 90, когда кучурганы там по 62,5, украинцы по 77. Но давайте будем спокойны. 90 – это та цена, по которой уходит потребителю в Румынии. И она субсидирована правительством Румынии. Мы по специальному контракту получаем от румын субсидированную их правительством. И мы должны сказать спасибо и не возмущаться, что она такая высокая. Потому что она реальная, она гораздо выше. И мы видим второй контракт. А почему румыны не могут дать больше? А потому что они привязаны к европейским требованиям. И регламентации европейские, что ниже, просто нельзя. Да, потому что иначе тогда начинается, как говорят, разбалансирование рынка, поскольку они выбрасывают электроэнергию с субсидий на рынок. Вот есть плафон. Вот они этот плафон выполняют. И я еще раз повторяю, надо сказать спасибо за это. Второй контракт от 190 до 348. Он уже возникает. Почему? Пики такие. А потому что электроэнергия – это не газ, это не мазут, который ты можешь купить, загнать в хранилище. И держать сколько хочешь. Электроэнергию ты не поставишь в карман. Вот ты ее купил, и биржа все время работает. И там, получается, есть пиковые нагрузки утром и вечером в силу специфики промышленного производства и так далее. Когда прибегает много потребителей, а тут просто и законы рынка, спрос, предложение. Естественно, цена поднимается выше. И когда пик уходит, то цена ниже. Вот нам надо максимально эти пики опусить, чтобы выйти больше на горизонтальную, и тогда цена покупка будет ниже. И это касается не только этого румынского контракта, но и другие контракты, которые будут возникать. Они все построены вот так. Поэтому надо максимально добиться того, чтобы наши покупки электроэнергии, которые будут возникать, необходимость, надо делать в периоды не пиковых нагрузок. Вот тогда мы можем повысить уровень своей финансовой. А это можно было сделать и нужно сделать, когда у нас сбалансирована внутренняя тарифная политика. Да, потому что, не сбалансировав внутреннюю тарифную политику, рискуем опять же прийти к невладежеспособности экономических агентов, которые закупают это. Очень важно на данный момент понимать, по моему мнению, субъективному мнению, что именно у нас нет энергетического кризиса. Есть трудности определенные, связанные с периодом таким, историческим моментом. Но именно это может сближать позиции обоих берегов до такого уровня, что я даже иногда... Боюсь загадывать. Абсолютным оптимистом. Нет, понимаете, это как в народном фольклоре. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Понимать того, что мы в одной лодке, а лодка находится на Днестре. И понимать того, что решать вопросы нужно совместно. Вне зависимости от того, какие декларации делает. Или какой там, я извиняюсь опять за банальность, какой там политический шум делает в Террасполе. Или какой-то политический шум делается в Террасполе. Виктор Иванович, Александр Сергеевич, сейчас мы продолжим наш диалог. У нас разворачивается интересная беседа. Есть несколько направлений, которые мы хотели бы обсудить. Я, по крайней мере, хотел бы с вами обсудить, которые вы сами мне задали, какие вопросы или как направления. Уважаемые телезрители, сейчас рекламная пауза. Пожалуйста, возвращайся к нашим телевизорам через очень короткое время. Надеюсь, что для вас пауза прошла с пользой. Уважаемые друзья, мы продолжаем наш диалог с двумя нашими гостями студии. Виктор Иванович Гурев и Александр Сергеевич Муравский. Вы задали, Александр Сергеевич, вопрос по поводу завоза мазута на Приднестровскую сторону. Нужно понимать, что если мазут туда привозить, и она будет рыночной, по рыночной цене, то цена электроэнергии будет, конечно, у ГРЭС выше, по которой она будет продавать нам. То есть продавая газ, здесь еще есть какие-то варианты. Допустим, по-прежнему записали в тот же долг, но получили дешево. Здесь уже не получится. И цена будет примерно равна цене нашей ТЭЦ. Потому что ГРЭС эффективнее, чем наша ТЭЦ, потому что просто больше установка, больше турбина, с одной стороны. И возможности технические больше. Мы же говорим о 12 энергоблохах, которые можно запустить. Согласен, сейчас 12 нельзя. Нет, я имею в виду, которые можно, а необходимость покрывается за счет... Виктор Ваш, 12 нельзя. По правилам должно быть 2 в холодном резерве и 2 в горячем. Только 8 энергоблоков работают. Но это второй вопрос. Сейчас я о другом хочу сказать. Что если туда придет мазут, цена на эту электроэнергию будет выше, чем сегодня продаваемая Молдавская ГРЭС. Она примерно будет равна цене нашей ТЭЦ. Да я не соглашусь с вами. Почему? Не соглашусь с вами, потому что вы должны информацию, опять же, мы должны информацию честную отдать нашим телезрителям. Определенное количество мазута, получаемое от румынского правительства, является помощью молдавскому государству. Вы же не предупреждали об этом. Опять же, субсидированное. В конечном итоге, когда мы говорим о том, что мы передаем приднестровской стороне мазут, обратите внимание, я использовал слово что? Мы будем по бартеру. Им предоставляем энергетический ресурс. Давай, что сырьевая. Давай, что я на это и буду. Да, сырьевая база. Мы получаем от них электроэнергию. Это уже вопрос не приднестровской стороне. Приднестровская сторона берет количество мазута, технические параметры, сколько нужно или сколько норма выработки, киловатт. И получит свое благособорудование. И получит свое. Хорошо. А дальше уже дело правительства Республики Молдова и молдавских органов, какова тарифная политика и сбалансированная на территории. Хорошо. А в этом варианте тогда такое, Виктор Иванович. А может быть дифференцированная поставка по разной цене? Для Приднестровья пришло от Газпрома по одной цене? А для Молдовы по другой цене? Нет, потому что коллега акцентировал внимание еще на прошлой передаче. Есть договор, подписанный между Газпромом и Молдовой ГАЗ. Где отдельным пунктом четко прописано, что да, возможно поставки другим экономическим агентам на территории Республики Молдова, но по тем же условиям. Поэтому газотранспортная система на данном этапе является собственностью Молдова ГАЗ, которая имеет возможность технически проконтролировать. И я обратил ваше внимание на то, что все-таки еще один кран находится на территории Украины. В случае саботажа или каких-то действий, которые нарушают, могут вступить другие обстоятельства в силу. Поэтому я на данном этапе четко обратил внимание, что я не думаю, что у Молдавской ГРЭС на сегодняшний день замыслы другого плана, кроме как совместно вырабатывать энергоресурс и его сбывать. Вы помните, мы на прошлой передаче, я задал вам вопрос, вы ответили, который меня все время волновал, и который я сейчас смотрю, как отвечают другие. Значит, о том, возможно ли технически поступление газа в Приднестровье, а Молдова получать газ не будет. Вы объяснили, что да, у нас есть вход через эти гребеники. Да, это в Приднестровье вход через гребеники. Сейчас, когда этот вопрос несколько раз звучал на других передачах, там отвечают, и вот есть ответ на этот вопрос господина Чабана, они говорят, что, и Приднестровцы говорят, что Молдова газ блокирует. Но блокирует не технически, а блокирует с точки зрения законодательства. Законодательство с точки зрения законодательства. Не условий договора с Газпромом. Не условий договора. То есть законодательство. Это верно. Законодательство Республики Молдова говорит о чем? О том, что там должен быть экономический агент, который полностью лицензирован, соответствует требованиям, соответствует молдавским национальным законодательством и так далее. Это одна часть, вторая часть договора. То есть вот эта поставка газа туда отдельно, да еще по другой цене, возможно только в том случае, если будет произведен полный разрыв между Приднестровцами. То есть признание, скажем так, де-факто... И то невозможно. Да. И то зачем разрывать, если можно зарабатывать? Потому что... Не, я не по моральной части. Нет, я говорю, что... А я по деньгам. А на это кто пойдет? Никто. Никто не пойдет. Потому что существует антагонистическая другая сторона, которая в принципе по запросу, легальному запросу молдавской стороны может прекратить поставки вообще по трубопроводу, который является основным источником. Поэтому нынешняя ситуация, я еще раз повторю, должна нам как звоночек прозвенеть, что мы должны сближать позиции, решать вопросы, а не думать о каких-то размежеваниях. Диктор Валерий, это похоже на тот фильм. Кто нам мешает, тот нам и поможет. Абсолютно верно. Вы очень приближаетесь к позиции... Вот тут Марк Евгеньевич был, Ткачук, где-то, по-моему, неделю назад. И он тоже высказывался в этом направлении, потому что у них как направление в его партии, там, в Конгрессе, о большем сближении, о признании собственности, о других шагах по сближению с Приднестровью. И он тоже, как бы, рассматривает так же, как и вы, с политической точки зрения, что находится в одной лодке, и, скорее всего, лучше рассматривать вместе. Потому что Приднестровье должно будет само для себя принять решение, все-таки, с кем оно остается, и для чего, и как оно будет работать. Я вижу и господин Муравский. Это вообще удивительно. Вы понимаете, нормальный человек, который размышляет не политической трескотнёй или политическим шумом, а нормальным подходом к анализу ситуации, вам каждый так выскажет, потому что другого-то нет. Мы руководствуемся двумя золотыми правилами экономической теории. Альтернатива всегда есть, и источники лимитированы. Всё, точка. Источники лимитированы для обоих берегов. И при том лимитированы не чисто технически, а ещё и геополитически. Поэтому ситуация такова, что мы должны рассматривать. А касательно признания собственности и тому подобное, я уверен, что вот этот процесс дойдёт до того, что и решение этого вопроса найдётся. А почему? А что будет делать с этой собственностью некий инвестор на левой стороне, если будет отключать энергоблоки? Что оно будет стоить? Мёртвый груз вы видите. Мёртвый груз. Металлолом может быть для ММЗ. Да, да, да. Поэтому нужно найти решение. Но не политической трескотнёй, а экономически выгодными предложениями. Есть ситуации, в которых разумная целесообразность должна превалировать над всем. Вот мы, ведь можно каждый раз этот вопрос разных сторон задавать и обсуждать и так далее. Мы-то берём сегодня и хотим получать электроэнергию у субъекта, который мы не признаём. Пучеркан признаём. Гресс есть, а собственника мы не признаём. Но электроэнергию берём? Берём, да. Мы ММЗ. Сначала им даём временную регистрацию, мол, да и потом подписываем. Да, мы ММЗ. Мы можем пойти на принцип, да, что вот мы не дадим эту экологическую лицензию. Можем пойти. И прекратить поставки в Европе. Да, прекратить поставки в Европе там и засоздать дополнительную проблему с электричеством. То есть мы понимаем, что есть ситуации, в которых даже мне не нравится, но есть ситуации, когда должны принимать целесообразное решение. А когда у тебя ситуация нормальная и у тебя нет подводных камней, на которые ты напоришься и начнёшь тонуть, вот тогда ты можешь сидеть и рассуждать и политически. Вот это нам более выгодно. А там мы давайте прижмём и так далее. Александр Сергеевич, подождите, Виктор Иванович так же именно рассуждает по реформам, да, я на днях смотрел передачу, господин Вовка говорит, их генеральный секретарь, о том, что если у нас сложится ситуация, при которой она будет сложная, мы должны ввести вот эти санкции. То есть у ММЗ отобрать лицензию и требовать, что нам поставляли эту энергию. 4 миллиарда, по-моему, сколько там они насчитывают налогов, нужно взимать с этой стороны для того, чтобы компенсировать нам стоимость и так далее. То есть как ответные меры. То есть это в несколькой степени тоже в его понимании подход экономический. Он называет, что это только экономический подход, но при этом рассуждает о том, какие будут действия, связанные с ограничениями. То есть вы оба говорите за расширение, может быть, или переплетение каких-то связей экономических и других, которые дадут потом политическое решение. А он говорит, что нет, я тоже экономически подхожу. Но я решаю вопрос на тех, кто угнетен. Я не хочу рассуждать над выводами и высказываниями гражданина, у которого другой паспорт в кармане. Я гражданин Республики Молдова. И все, которые знают, знают, что у меня один паспорт в кармане. И я говорю про целостность. Я тоже, чтобы оттуда не скажут, он молчит у него. Вы понимаете, дело в том, что да, мы имеем этот недуг, который есть Республика Молдова. К сожалению, заложник, заложница вот этих внутренней политики Республики Молдова заложена геополитическим фактором. Это унионисты румынские, с одной стороны. И граждане, которые имеют один паспорт, у них особое мнение. И это те, которые ратуют за... Мы с Россией. Русский мир, да. Да, за русский мир. Люди добрые. Должно прийти понимание, что решение вопроса энергетического характера, энергетической безопасности должно касаться всех граждан Республики Молдова. А я вам могу сказать одну вещь. В Приднестровском регионе две трети граждан с паспортами Республики Молдова в кармане. Они, граждане, имеют конституционные права, такие же, как те, которые делают такие высказывания. Да. Мы, как эксперты, должны рассматривать и такой сценарий. Введение ограничений. Да. И такие сценарии возможны. Если возможно, введение в Румынии 101-й парашютно-десантной особой дивизии США. Ну, это их вопрос. На данном историческом этапе все возможно. Я к чему веду разговор. Но мы трезвые люди, которые экспертно рассуждаем и как специалисты в неких областях должны понимать, что есть левая сторона, есть правая сторона, а есть общие интересы посередине, которые нужно решать, вне зависимости от того, какова ситуация. Людям нужен свет, людям нужно тепло, людям нужно энергоресурс, нужен газ на плите, чтобы готовить пищу. Точка. Все остальные вопросы, я еще раз повторюсь, это политическая трескотня и желание как-то выделиться неким особым мнением на политическом рынке Республики Молдова. В основном такие высказывания выбрасываются в медийном пространстве политическим банкротом. Интересно. Виктор Иванович, раз вы же, я вот думаю, просто мне как-то, может быть, неудобно, что ли, даже в какой-то степени, что я немножко прервался этой парашютной десантной дивизии, так как мы все к одному паспорту, мы все об одном паспорте говорим. Вот как вы думаете, вот ограничения ведут к какой-то катастрофе гуманитарной, к каким-то проблемам для Приднестровья? Или там еще какие-то угрозы существуют для Приднестровья, которые могли бы привести к тем проблемам, которые потом, скорее всего, и нашими проблемами станут, для правобережья Днестровья? Вот вы как-то видите здесь связь? Вы знаете, дело в том, что нормальные люди, которые рассуждают как специалисты, профессионалы в какой-то области, даже не должны рассматривать этот вопрос, потому что это вопрос солдафонов, те, которые пользуются шумом какого-то металла. Нельзя рассматривать на данном этапе вопросы, которые приводят к дестабилизации ситуации в том или ином регионе, когда и так вполне достаточно напряжения, в том числе и военного характера, активного военного характера в регионе. Нельзя. Дело в том, что Республика Молдова, повторюсь, чтобы наши телезрители поняли, и так разделена и является под влиянием геополитических факторов, это и социально-экономическая, и внутренняя политика Республики Молдова, под этим постоянным прессингом. Если мы научимся защищать свои интересы экономического характера и наших прав как гражданина, мы забудем о том, что у кого-то есть там паспорт румынский или паспорт российский, но если мы будем постоянно заниматься политической трескотнёй, которая приводит к дестабилизации, то, конечно, общество станет ещё апатичнее ко всему, что творится. В Молдове идёт некий процесс депопуляризации. Исходы населения, в Медию? Да. От чего? От того, что нет взрослых трезвых политиков, которые бы обвели в сторону всю эту политическую трескотню и повели народ, как Давид побёл евреев, типа 40 лет через, и привёл куда надо. Моисей там повёл. Моисей, я имею в виду. Туда, где нет нефти. Да. Туда, где нет нефти. Сейчас у них есть. Но всё равно есть определённое счастье. Сейчас есть. Набили в море. Да. И тому подобное. Поэтому, вы знаете, я как-то, сейчас сегодня сказал, в нынешнем политическом моменте всё возможно. Всё возможно. Оно до такого уровня напряжения региональное, до такого уровня, что мы можем только предположить. Но я, как нормальный человек, предполагаю, что нынешняя ситуация сблизит позиции левобережья и правобережья. Да, эта мысль очень, я бы скажу, очень такая обнадёживающая, оптимистичная. Вот. А как вы думаете, Александр Сергеевич, вот сейчас мы, может быть, и Виктор Ивановича тоже подключим. Как вы думаете, всё-таки, с учётом того, что давался якобы залог Молдова-Трансгаз, возвращаясь к этому вопросу. А Виктор Иванович говорит, что, или вы рассказывали по поводу того, что в Приднестровье нет анбандилинга, то есть не разделены три оператора. Оператор-поставщик, оператор-транспортный, оператор-дистрибуции. Но ведь если здесь залог отдавал Молдова-Газ, отдавал Молдову-Трансгаз, значит, тоже анбандилинг не произошёл до конца. То есть не до конца реализован третий энергопакет. Ну, мы же с вами знаем ещё, мы, по-моему, и в прошлый раз говорили, что в этом протоколе соглашения с Газпромом, там прямо пункт стоит о том, что... Переносится срок. Да, что реализация третьего энергетического пакета в Республике Молдова переносится. То есть мы сроки отодвинули, причём это не первый раз. Поэтому пока, как говорится, этот вопрос ещё не решён. Виктор Иванович, там есть заявление. А вот тут мы можем с вами так посмотреть, как говорится, детали надо покопаться посерьёзнее, но как бы первая подвижка в мыслях может быть, что может быть вот эта передача газотранспортной сети энергокому, то есть полный отрыв... Я к чему веду просто, потому что я ожидаю, что, может быть, ещё раз один миллиард дадут, знаете, такой вариант тоже может быть. А может быть. Воспомнили, смотрите, если такая форма покупки... Ну я моё мнение вам сказал, что сейчас не было никакой оценки, надо было отдать миллиард, дали миллиард. Да, 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 то есть он никак не привязан. Имея в виду, на данном этапе, что существует этот кредит в 300 миллионов и закупка газа... Евро, вы говорите, в 300 миллионов евро. Да, в 300 миллионов евро. Ну, определите, что Молдова газ в конечном итоге может заполучить частями для того, чтобы рассчитаться энное количество денег, и не один миллиард. Но не из этих денег, не из этого кредита. За счёт реализации того газа, который был, это уже как механизм. И я думаю, что в конечном итоге, когда вам сказал по поводу, привёл пример по поводу совпадения, как его-то странно, совпадения сроков окончания аудита, сроков гарантии... Да, 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 это интересная мысль, кстати, да, согласен. Мне кажется, что вот это как раз есть первый шаг к тому, чтобы Молдова газ по сути своей, мне кажется, к лету следующего года обанкротят и выставят на продажу. И она не будет больше игроком, ведущим на Погазмарке? Не будет больше игроком, потому что у нас... Газпром утрачивает возможности поставки сюда, и интерес к... По моему субъективному мнению, у Газпрома потерялся интерес, так как поставщики или покупатели, наконец, трубы исчезли. Понимаете, почему... Я маленькую ремарочку... Почему Венгрия получила хорошую цену? Мало кто знает, что Венгрия вовремя провела переговоры и села на новую трубу, которую нужно было наполнять. Да, с южного потока, совершенно верно. Да. А когда поставщик наполняет трубу, это как продажа недвижимости по ипотеке. Первые покупатели получают хорошую скидку. Вторые покупатели, уже цена повышается, и в конечном итоге последние платят по полной цене. Понятно. Венгрия сумела заполучить договор, потому что потребление Венгрии и еще одной стороны, ну, Сербия, рядышком, практически дало возможность наполнить трубу в 65-70%. Так, ну тут пару уточнений, если позволите. Что касается сроков мая, я хочу напомнить, что вот сейчас, когда была миссия из этих двух компаний, то после этого было заявление вице-премьера Спыну, что они должны представить предварительный отчет о миссии, как говорится, к декабрю, к концу декабря, начало января, а окончательный отчет к первому марта. То есть вот это его заявление. Я с этого начинал, когда мы говорили. Теперь второй вопрос по клету, Молдова-Газ, значит, банкротство. Тут вот давайте так, надо смотреть, что может произойти. Есть два пути. Есть банкротство и есть ликвидация. Значит, банкротство инициировать может практически только Газпром, потому что банкротство могут инициировать кредиторы. Сегодня кредитором является... Он одновременно кредитор и владелец... Неважно. С юридической точки зрения Молдова-Газ является самостоятельным экономическим агентом. Те, кто называют своего дочерним предприятием, это неправильно, потому что устав его построен таким образом, что решение принимается 90%. То есть там никто не может принимать самостоятельное решение, дочернее предприятие несколько другое. То есть Газпром, как другой экономический агент, может возбудить иск о банкротстве к другому экономическому, даже если у него там доли. И уже там начнутся и так далее, что в процессе банкротства, погашения долга за счет акций. К правительству никаких претензий Газпром не может, потому что правительство не отвечает по долгам экономического агента. Он может потерять 35% этих акций. Я вам напомню, что с покрытием долга в 1 миллиард, другой кредитор появился НРГКОМ, который может инициировать процесс о банкротстве. Это если Молдова-Газ не рассчитается или не отдаст ему залог, указанный в контракте. Все правильно. Вот если не рассчитается и не даст залог, вот тогда тебе могут начать процедуру. Поэтому тут шаг в длиннее. Но я полагаю... А вот ликвидация... Кое-кто уже прочитал это, да? Кто-то прочитал. А ликвидация может возникнуть самоликвидация. Экономический агент, любой, имеет право заявить о своей ликвидации. Но это решение должно быть принято акционерным общим собранием. Вот тут тот вариант, который мы говорили с вами, что тут уже, если Газпром такое решение принимает, что он, все, до лампочки нам этот Молдова-Газ, это, как говорится, как чемодан без ручки, давайте закроем эту страницу с учетом всех факторов. Тогда общее собрание принимает решение о самоликвидации и дальше уже начинается... Я остаюсь сторонником, что кто-то прочитал, что если Газпром не согласится с процессом ликвидации, Энергоком будет инициировать процесс ООН. Да, но они если вернут долг... А знаете почему? Виктор Иванович, но они вернут долг. Дело в том, что вы сами отметили... Это только если долг не вернут, Виктор Иванович, если не вернут долг, этого разговора даже не будет. А вы знаете, долг Молдова-Газ формируется за счет платежей граждан Республики Молдова? Ну, говорят, заберут трубу. Вот если Молдова-Газ не отдаст трубу... Дело в том, что в конечном итоге рассматриваются все сценарии, я больше чем уверен. Больше чем уверен. Но мое личное восприятие, что к лету следующего года, с учетом результатов аудита, с учетом выделенных средств на расчет с Газпромом, с учетом того, что ситуация становится неблагоприятной с точки зрения технических и бизнеса у Газпрома для того, чтобы содержать эту трубу... Короче, Виктор Иванович, переживем зиму, и к лету у нас будет очередная тема для дискуссии. И черешня хорошая, и хорошее солнце, и тепло. Да, но вы тут затронули такие две темы. Сейчас я объединю то, что вы сказали каждый. И задам вам интересный вопрос. Скажите, пожалуйста, вы видите объединение с Приднестровьем большее сближение, и возможно какие-то другие будут решения, в том числе, возможно, и какого-то там, не знаю, фискального характера или другого. Вы одновременно говорите о варианте ликвидации. В этом варианте ликвидации, при этом сближении, получается, что 8 миллиардов можно и не отдавать. Или как с этим вариантом будет? Если мы с ними пришли, как они верят. Я скажу свое мнение. Вы поняли, там истекают. Я понял, я его говорил неоднократно. Другое, и Газпром понимает, и мы прекрасно знаем Приднестровь. Что никогда эти деньги не получат. Забудьте про эти... Да, он висит, и мы пугают, как детей, как говорится в темной комнате. Приднестровье 8 миллиардов никогда не отдаст. У них не с чего отдавать. Вы не поняли вопроса, Александр Сергеевич. Еще раз, представляете. Вот какое-то идет сближение с Приднестровьем. Приднестровье становится, как мы с нами, оно есть уже территорией Республики Молдова, но становится какой-то в мере подчиняться каким-то правилам, которые вы доработали два берега. Я сейчас не говорю о совместных органах и чего-то, но какие-то правила в общем. И по этим правилам территория попадает под большее влияние правого берега. Это вопрос не только Молдова-Газ. Я приведу вам пример. Это же долг экономических агентов оттуда. В 2003 году, значит, мы, вам, надеюсь, говорит это имя Вячеслав Кутыркин, Анатолий Гудым. Я, Галина Шиларь, мы подготовили большую работу по анализу последствий и стоимости объединения левого и правого берега. Потому что мы за эти годы, а сейчас еще дополнительно настолько разбежались в налоговой системе, в системе социального обеспечения, вопросы газа, вопросы, там столько, столько, что это не просто завтра проголосовали, объединились, пожали руки в руки. Там такая глубокая проблема экономического, финансового характера, что если это объединение еще не будет иметь финансовую поддержку со стороны вот тех же участников 5 плюс 2, то там вообще ничего не произойдет, и все будут жалеть о том, что объединение. Поэтому это только один вопрос. И отвечать на него отдельно, что вот там и сделаем так и так далее. Вот с 2003 года до сегодня, вот за 20 лет, я не видел и не слышал, что кто-то бы делал сегодня комплексный, опять-таки, анализ, расчет, последствий, в которые должны входить и вот ответ на этот вопрос и так далее. Поэтому эти 8 миллиардов для меня сегодня это, ну... Завтра 9. Завтра 9. Завтра 9, завтра 10 и так далее. Ну и... На территории ГДРа был такой завод очень большой, который производил автомобили Варбург. Да. Я помню. Кто помнит? Да. Это автомобиль ГДРа класса люкс, потому что был класса эконом-трабанд. Знаете, за сколько продали этот завод? Это же, знаете, вопрос, какие были долги у завода, какие возможности, много вопросов. Во, во, во. Молодец. Что можно было как... Уже начали рассуждать экономическим языком. Не хочу хлеб забрать. Вы знаете, правильно вы подметили. Продали его за марку. Да, скорее всего. Вольксваген купил. Купил за марку. Условия были таковы. Количество работающих, рабочих мест не уменьшается. И градообразующие социальные проекты, которые были при ГДРе, в течение 25 лет сохраняются. Кто за это платит? Правильно, коллега отметил. Все граждане ФРГ, которые платят по сегодняшний день налог объединения. Налог объединения. Поэтому правильный ход мысли. Мы должны понимать, что вопрос Приднестровья становится по уровню капитализации и экономических и коммерческих подходов со стоимостью в одну единицу. Которая нужно будет покрывать за счет решения вот тех всех вопросов, которые накопились за эти 32 года. Вот эти вопросы, решение тех вопросов, они стоят. Они само по себе что-то как объект. Нет. Или как субъект. Нет. Вопрос решения этих направлений. И в конечном итоге, на данном этапе, это вопросы энергетического характера. Это вопросы социального характера. Это вопросы сближения неких норм и законодательных актов, которые в принципе дадут общий продукт, некий промежуточный. Если хотите, вот эти нейтральные номера, это хороший пример к тому, что есть определенное движение. А к чему приведет, мы не знаем. Мы не знаем. Мы не можем дать ответ. Нынешняя региональная политика и то, что творится вокруг нас, может дать любой результат. Любой результат. Смотря по какой стороне, неким мы найдемся. Найдем себя. Понимаете, дело в том, что хотим мы или не хотим, честно нужно признать, что вот та ситуация, которая есть на Украине, в принципе, должно дать понимание, что мы должны поменять менталитет, свой менталитет. Потому что есть поверье или не поверье, а высказывание одного американского политика и философа. Что толку, чтобы менять правительство, если не меняется менталитет тех, которые выбирают это правительство? Никакого толку нет. Смотрите, как-то вы нас заинтриговали сейчас в этой ситуации. И я тут потерял одну мысль, она мне снова пришла в голову. Смотрите, какая. Вот вы сейчас рассказали, так хорошо, вот так объединяемся, все это на положительной ноте, оптимистично и так далее, и так далее. Но мы видим действия, секундочку, мы видим действия Румынии. Что Румыния так просто оставляет, вот она подает газ, отдает электроэнергию, помогает всячески и так далее. Но я, она зарабатывает политические дивиденды, Виктор Иванович, вы же политолог. Так в этой ситуации Румыния как будет рассматривать вопрос? Я вас прошу, не надо пугать население Молдовы, Румынской Фактарной. Я не пугаю, я спрашиваю, как она будет вести себя в этой ситуации? Она никак не ведет себя. Вы услышали какой-то проект. Вот когда Германия объединилась, вот работала, если я не ошибаюсь, 3,5 года, рассматривали все вопросы касательно советских экспертов или группы экспертов и со стороны Запада до подписания основных документов. Вот посмотрите, я вам приведу пример. Где унионические партии? Где, в Германии унионические партии? Нет, 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 здесь у нас в Республике Молдова, в парламенте они присутствуют. Нет, не присутствуют. Он не присутствует. А ведь информация трескотня политическая, что у нас 50% от Румын на территории Республики Молдова. Помните? Да. Где они? Нет, они есть просто... Нет, я имею в виду с точки зрения политического веса или влияния, как вы говорите. Да, Румыния обязана помогать. И я вам скажу свое личное мнение. Потому что в 40-м году они подняли задницу и убрались отсюда, как послед... Не хочу выражаться. Я такое мнение слышал уже много раз, честно говоря. Да. Финны воевали за свою свободу или за свою независимость и за свой суверенитет. Поэтому, если есть разделенная Молдова, то это часть вины ихняя. Потому что поделена Молдова тоже по геополитическим принципам. И церковь молдавская, и все, что есть молдавское. А говорить о том, что есть влияние геополитического характера над Республикой Молдова румынского фактора, я не берусь. Знаете почему? Потому что существуют такие страны в Европе, как Германия, Франция, Италия, Великобритания, которые никогда не согласятся с поглощением Республики Молдова со стороны Румынии. Вы сегодня выдаёте столько оптимистических предсказаний нашим телезрителям, Виктор Иванович, что вашими устами да мёд выпить. Ну почему? Дело в том, что, как говорится, всё... Да, существует... Понимаете, надо несколько разделять, скажем так, как некие, ну скажем так... Стереотипом. Идеалистические культурные желания с практическими шагами по реализации и так далее. Да, Румыния как страна и как население и так далее, учитывая, как говорится, ещё больше пропитано и воспринимает единство нации, язык, название и так далее. Это вполне естественно, учитывая, так сказать, историю всю, которая была. Но те заявления, даже в Румынии самой, гораздо меньше заявлений о необходимости у НИРи, чем у нас. Ну да, у нас это... Во-вторых, мы на политическом уровне никогда не видели шагов, которые действительно были направлены на, скажем так... Реализацию. Реализацию этих решений вопреки логике и желания ситуации граждан Республики Молдова. Да, Румыния оказывает большую помощь. Да, она стремится к тому, чтобы произошло объединение культурного пространства и так далее. Да, экономического характера. Экономического, вполне естественно. Мы соседи. Уже одно это. Но соседи с достаточно большой, длинной общей историей. Поэтому эти шаги, они вполне естественны. И более того, будем говорить так, что вступление Молдовы в Европейский Союз де-факто будет обозначать объединение со всей Европой. Это пространство. С Румынией, да, тут будет другое руководство. Но это уже вопрос несколько другой. С этой точки зрения, как бы те, кто рассматривает, что объединение с Приднестровьем, ну объединение, унификация страны, скажем так, это как бы груз на объединение и так далее. Но это для тех, кто желает этого, о котором говорил Виктор Иванович, унионисты. Да, скажем так, что реально унионистов, ну скажем так, ментально, идеологически, как бы... Идейно. Идейно поддерживающие эту идею симпатизируют больше, чем реально зарегистрировано в политических партиях. И в этом же в парламенте, в ПАС, я думаю, что весь ПАС поддерживает идею унири. Но одно дело поддерживать ее как идеал, как стремление к чему-то, и другое дело делать практические шаги. И все прекрасно понимают, что любое расшатывание лодки в этом направлении неизбежно только усилит внутренние конфликты на правом берегу, которых и сегодня, и без этой унири хватает вот так вот. Никто же не должен забывать существование Гагаузова, существование Бельсова, существование значительной части молдавского населения, которое мы можем говорить противиться и так далее. Есть у нас любители задавать, знаете как, ты можешь рассуждать, рассуждать, сколько говорить, слушать, и потом встает один самый умный, и сразу тебе в лоб. А на каком языке разговаривают? На молдавском или на русском? Ой, на румынском. Ну я сижу и думаю, вот человек, который задает вот такой лобовой вопрос, это значит, что у него одна извилина, которая просто делит мир на черное и белое, и больше ничего. То есть не берет во внимание историю, другое, третье, четвертое, и попытаться противопоставить это, рассуждать на эту тему в таких точках или-или, не получается. Другая история, другая менталитет и так далее. Поэтому вопрос о том, как Румыния будет реагировать на объединение и так далее, правого и левого берега, я думаю, она будет это просто приветствовать. И не только приветствовать, но и помогать этому процессу. Почему? Почему? Вы понимаете, дело в том, что даже в самых трудных моментах, очень натянутых взаимоотношений левого и правого берега, румынские бизнесмены очень хорошо делали бизнес с предднестровскими бизнесменами. И сейчас делают. Да. Я лично знаю таких. Когда мы, как люди, нормальные люди, рассуждающие на эту проблему, мы должны отделить, опять же призываю, политическую трескотню от реального существования дела. У нас на данном этапе где-то миллион граждан за рубежом попали по румынским паспортам. Прагматизм. Это прагматизм. Ну так же, как и многие паспорта в предднестровье, которые прагматизм. Абсолютно верно. Поэтому говорить о том, что у нас есть определенная опасность, плюс к тому, Румыния является на сегодняшний день главным коммерческим партнером Республики Молдова. Не только с точки зрения импорта нашей продукции. И слава богу, потому что определенное количество продукций, которые уже не может на Россию поглощаться сетями, торговыми сетями в Румынии, которые уже и на территории Республики Молдова, и уже интенсификация этих экономических и коммерческих связей, очень благоприятна для Республики Молдова. На политическом же уровне ситуация немножко другая. Не будем забывать о турецком факторе. Которое все больше и больше дает о себе знать не только на Кавказе, не только в тюркском мире, но и на Балканах. Не будем забывать о немецком факторе или германском факторе, который растет как геополитическое влияние и даже просит членство в Совете Безопасности, не говоря уже о неких программах по перевооружению и тому подобное. Мы не должны забывать про это. А решение это принимают там большие державные образования, геополитические образования. И в конечном итоге прав господин Муравский, когда говорит о том, а кто хочет еще одно расшатывание лодки вот на данный момент. Я хочу с вами встречаться и встречаться. Мне все больше и больше нравится вектор ваших рассуждений. В конце нашей передачи хотелось бы задать вам такой вопрос. Можете не отвечать. Постарайтесь на него ответить как-то так более кратко. Хотя мы всю передачу об этом говорили. Как знаменитый Яна Арнадзорова. Может не отвечать, сюрприз будет. Потом сюрприз будет для мамы. Вопрос такой. Вот мы примерно отмерили промежуток, согласились с этим в какой-то степени полгода. Ваш прогноз с точки зрения Приднестровья и энергетики на ближайшие полгода. Каждый из вас. Вы скажите, пожалуйста. Что ждать нашим гражданам? Ну, я не берусь делать такие прогнозы. Могу единственное сказать, что катастрофы не будет. Зима будет тяжелая. Будет еще много, так сказать, поводов для того, чтобы мы все, начиная от правительства и кончая последним рядовым гражданином, нервничали, что-то это самое. Будут какие-то еще обсуждения, дневные обвинения. Иногда справедливые, иногда не в адрес правительства. Будут ожидания. Но катастрофы не будет. Зиму мы переживем тяжело. Как говорится, там солнышко рассветет и уже доживем до весны. И там уже будут, как говорится, немножко другие темы. Очень много, конечно, есть один фактор, на который мы повлиять не можем. И от результатов того, в какую сторону и как сильно этот фактор будет двигаться туда или нет, мы понимаем события, военные действия между Россией и Украиной. И что и как будет происходить там. Очень, но сильно будет влиять на ситуацию у нас. А это то, что вне нашего влияния. Виктор Иванович, что вы думаете? Ну, я думаю, что зима не будет тяжелой. Такой же тяжелой, как мы провели конец 90-х годов, когда были веерные отключения. Они будут более мягкие. Почему? Правительству удалось сбалансировать внутреннюю тарифную политику с учетом того, что есть и возможность, как говорится, дорого, но обеспечивать энергоресурсами Республику Молдова на должном уровне. Почему? Потому что и коллега, и я отметили, что тарифная политика, которая была утверждена в Республике Молдова, она была утверждена с учетом той ценовой политики, которая была в сентябре, в октябре этого года. Но уже ситуация, или будем так говорить, конъюнктура и геополитическая, и экономическая, и энергетическая в Европе меняется, в том числе и в Республике Молдова, которая приняла за основу биржевые индексы или формирование цены в зависимости от биржевых индексов. И это дает возможность хоть и дорого, но обеспечить. Но вы знаете, что не стоит ничего, ничего не стоит. Поэтому мы, граждане, должны научиться экономить. И это не фактор такого, не бравада какая-то, а именно везде и всюду энергоресурсы экономят, во всех капиталистических странах. И мы, если хотим стать европейцами, должны понимать. Я извиняюсь, маленькое отступление. Я ездил в гости к своим, и в Италии, и во Франции, и в ноябре месяце. И мне честно сказали, вы... Потеплее одеваетесь? Да. И это было на севере Италии, где горы, Альпы рядышком. И это холодновато. Но они так живут. И вот процветают. Экономия должна быть экономной. Поэтому смехотворство насчет того, что призывают к экономии, это ни к чему не приводит. Что касается Приднестровья. Да, согласен с коллегой, что... Ситуация на Украинском фронте очень сильно влияет на ситуацию в Республике Молдова. Вне зависимости. Но я придерживаюсь мнению золотых правил экономической теории, что альтернатива всегда есть, и ресурсы всегда лимитированы. Я думаю, что у обеих сторон на сегодняшний день ресурсы лимитированы. И слишком далеко для того, чтобы понимать, что в этом году, или в этом краткосрочном периоде, в ближайшем периоде, какие-то действия могут повлиять на... Так сильно повлиять на то, чтобы дестабилизация дошла и до Республики Молдова. Поэтому у нас все будет хорошо, солнышко процветет. Это появится с хорошим настроением. У нас будет хороший 2023 год. Урожайный, хороший. И не думаю, что в этом году будет кризис в энергетике зимой. Наоборот. Должны понимать люди, которые более среднего возраста, старшего возраста, что периоды конца 90-х годов, которые были веерные отключения, воды, электричества... Веерные отключения в Республике Молдова начали с 93-го года. И не с 7 лет, до 2000-го. Да, до 2000-го года. Понимаете? Таких периодов уже нет и не будет. Потому что мы в другой ситуации, конъюнктура другая. И наши соседи уже имеют совсем другой потенциал. Я имею в виду, в первую очередь, конечно, Румынию. Интересно. Что ж, спасибо вам большое за интересную дискуссию, за интересный диалог. Спасибо, что поддержали этот диалог друг с другом. Спасибо, что создали определенное настроение. Я думаю, что нашим телезрителям было очень полезно. И я вот за последнее время вижу впервые такие вот оптимистические высказывания на фоне того, что происходит. И какие-то, может быть, из этих советов или рекомендаций вы возьмете в свою жизнь, уважаемые телезрители. Спасибо вам большое за внимание. Встретимся еще раз в этой студии через неделю. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok